Вы уникальны, так же, как уникален этот цветок. У всех нас есть что-то особенное, что делает нас такими же красивыми. Знаете ли вы, что делает вас особенно? Ответ на этот вопрос найти немного сложно. Потому что иногда жизнь жестоко вырывает ваши лепестки, ломает вас пополам и бросает в мусорное ведро. А когда ты сломлен, очень трудно чувствовать себя особенным. Я вам так скажу. Все люди цветы. Кто-то цветет, кого-то сломали и выбросили. Я помню, как впервые сломался. Мне было 17 лет, меня выгнали со школы, и я был арестован. Я не боялся полицейских. Но был один человек, которого я очень боялся. Это была моя мама. Поднимите руку те, у кого была эмоциональная мать. Дайте-ка я посмотрю. Соберите всех своих мам вместе, и вы получите мою маму. Подходя к полицейскому участку, она так орала, что даже копы ее боялись. Она подошла ко мне, взялась за железные прутья, посмотрела мне в глаза, и я увидел, как по ее лицу катится слеза. Я и раньше видел, как моя мама плачет, и у нее есть три вида слез. Слезы радости, слезы печали и слезы стыда. И когда сын видит, как его мать плачет от стыда, тогда и наступает переломный момент. Она посмотрела на меня и сказала, сынок, я хочу, чтобы ты был лучше. В ту ночь, когда я ехал домой, отец ждал меня дома. У меня очень классный отец. Поднимите руку, если у вас классный отец. Так вот, собрав их всех вместе, вы получите моего отца. Он подошел ко мне и сказал, сынок, все нормально, не переживай. Тебя исключили со школы, ты прошел через арест, и это хорошо. Потому что теперь я хочу, чтобы ты немедленно устроился на работу. И я сказал, окей. Мой отец отвел меня на встречу с одним его другом по имени Сэм. Сэм был бухгалтером, у него была своя бухгалтерская фирма. Он великодушно решил сделать меня своим личным помощником. Сэм был похож на плюшевого мишку. Но было в нем что-то особенное. Я посмотрел на него, он посмотрел на меня. А потом он сказал удивительную вещь. Он сказал, знаешь, я вижу, в тебе есть что-то особенное. Но пока не знаю, что. Если ты решишь поработать со мной, я могу помочь тебе найти это. И я подумал, вау, это первый раз в моей жизни, когда кто-то сказал, что видит что-то во мне. И я начал работать на Сэма. И каждый день после работы он рассказывал мне о мире, об истории, культуре, философии. И это было намного интереснее, чем то, что я узнал в школе. Я узнавал много нового. Я начал мечтать. Представляете, впервые в жизни я начал мечтать. Через год я вернулся в старшие классы, сдал экзамены и пошел в колледж. После успешного окончания колледжа, мне повезло с девушкой. Но не с работой. Я не знал, что хочу делать со своей жизнью. У вас когда-нибудь была такая проблема? А когда ты потерял себя, трудно чувствовать себя особенным. Так что я вернулся к своему классному отцу и сказал, «Знаешь, папа, я чувствую себя потерянным». И он сказал, «Ты как твоя мать». И тогда мой отец познакомил меня с этим странным клубом, со странным названием и странными людьми. Ну, я и начал. Всем привет, меня зовут Дананжея. И я потерялся. И пока я разговаривал, я увидел странного человека, сидящего в заднем ряду. Скромный, простой человек. И я увидел неизменную доброту в его глазах. Как только я закончил, он подошел ко мне, посмотрел мне прямо в глаза и сказал, «Сынок, я вижу в тебе что-то особенное. Если ты будешь приходить сюда два раза в месяц, возможно, ты сможешь раскрыть это в себе». И я раскрыл, я понял, что могу и люблю говорить. И это привело меня к тому, что я стал учителем. Я нашел себя благодаря словам тех людей. Я знаю, каково это, когда ты намели и когда не можешь оплатить счета. Иногда посреди ночи я просыпаюсь, бужу свою красавицу жену и спрашиваю ее, «Дорогая, почему ты вышла за меня?» И она отвечает, «Я увидела в тебе что-то особенное. Но до сих пор не знаю, что именно. И вот благодаря тем людям и своей жене я сегодня мечтатель, оратор и знаю, что такое безусловная любовь. Я был сломлен, потерян, много раз в своей жизни падал. Но люди смогли заглянуть в мусорное ведро и своими словами снова собрать меня. И если бы я не услышал от других те слова поддержки, я бы никогда не нашел их в себе сам. Вот почему мотивация важна. Не важно, откуда и от кого вы слышите эти слова, но вспоминайте их всегда, когда вам тяжело. И знаете, когда я смотрю на вас, я вижу, что в каждом из вас есть что-то особенное. Субтитры создавал DimaTorzok